Пустые стены зала временных выставок – большая редкость. Так бывает лишь во время смены экспозиций. Вот и сейчас занять свои места готовится работа одного из величайших русских пейзажистов. Полотна относятся к самым разным этапам творчества Куинджа, однако большая часть – период затворничества, когда в апогее славы художник уходит в тень и оставляет свои новые произведения в тайне от зрителя. Предвосхищает этот период знаменитая осенняя распутица. Увидеть на выставке можно и прославленные виды ночного Днепра. Авторское повторение ночи на Днепре и ночного. Всего в экспозицию вошло 40 работ мастера. Конечно, это большое культурное событие. Выставка прекрасна по своему подбору произведений, разных его периодов. Конечно, прекрасные жемчужины его творений. Это самая работа, которая была украдена в Государственной Третьяковской картинной галерее. Теперь она к нам приехала с бронированным стеклом в новой раме. В стенах музея Эрзи выставка пробудет два месяца. С 1 декабря по 4 февраля. Добавлю, произведения именитых мастеров из собрания Русского музея уже не впервые экспонируются в столице Мордовии. Такую возможность подарила работа культурно-выставочного центра Русского музея. Блестяще прошло несколько выставок. Мы открывались выставкой Николая Рериха, которая с большим успехом прошла в нашем музее. Затем произведение Степана Эрзи, собрания Русского музея. Это была также русская живопись 19-20 века. И вот теперь Куинжи. Хочу обрадовать наших посетителей, что в следующем году нас ждет прекрасная выставка Ивана Ивановича Шишкина. Затем мы ведем переговоры по выставке Ильи Ефимовича Репина. К слову, в музее Эрзи на искусство можно не только смотреть, но и создавать своими руками. Каждые выходные в главном здании музея проходят мастер-классы по созданию интерьерных работ. Это рассчитано на возраст от 6 лет. Также приходят взрослые и более пожилом в возрасте. Все участники создают что-то новое и привносят это новое в свой дом. Создаем обычно интерьерные картины, декор для дома из глины, из различных материалов. Иногда мы создаем с помощью текстурной пасты. Недавно проходили как раз свечи из вощины, тоже такой экологичный материал, который очень уютно вписывается в любой домашний интерьер. Подробную афишу предстоящих событий можно узнать на официальном сайте музея. Дарья Боронина, Владимир Ильин, Народные новости. Дарья Боронина, Владимир Ильин, Народные новости.